друзья всем привет сегодня буду делать салат в виде дракона как нарезать я уже на этом внимание заострять не буду расскажу просто чего сколько взяла ну и по ходу дела будем с вами фантазировать над оформлением такой салат я не делала но тем он и интересен будем с вами творить и вытворять значит я взяла копченую курицу 300 граммов вы можете взять ветчину если не любите курицу или мясо свинины например отварили кубиком нарезали тоже будет очень вкусно дальше что 4 яйца я их уже нарезала кубиком твердый сыр 200 граммов натерла на крупной терке можете тоже порезать меленьким кубиком тоже будет неплохо яйцо половину белка оставила на украшение ну там дракончику глазки сделать например до 2 перца желтый и красный тоже пойдут они на украшение если потом все это смешается и будете значит вот с этими продуктами перчик тоже будет очень вкусно и еще чернослив чернослив 70 граммов немножко тоже оставлю на украшение глазки сделать а так можно его порезать такой соломочкой еще значит огурец 200 граммов свежий и зелени зелень укропа вот прям мелкие мелкие вот эти вот самые листики мы порежем огурец нужно натереть на мелкой терке это знаете для чего чтобы сверху воссоздать вот тот самый насыщенный зеленый цвет шкуры дракона да если огурец просто натираешь он же внутри это светленький получается а мы натрем огурец слегка его можно откинуть на сито чтобы жидкость лишняя стекла и мелко мелко порезать укроп и все это смешать и будет получится такой насыщенный зеленый цвет ну все приступаю сейчас я натру огурец это тоже и не буду уж показывать нарежу зелень и уже начнем сюда значит добавить майонез посолить поперчить как считаете по вкусу в общем по своему вкусу делайте и смешаю если любите салаты слоями то этот салат не для вас ну в принципе просто в салатник вы можете его сделать слоями он тоже сам по себе очень вкусный так на все натираю огурец режу зелень и потом приступим уже к оформлению и так что у нас получилось готовый салат вот такая вот зеленая масса это огурец с укропчиком ну и все поехали взяла вот такое блюдо он будет сидеть наверное вот так или как в него с крылышками не так в общем посмотрим подумаем ну хотя я уже придумала конечно так теперь из этой массы именно поэтому я и смешала ее потому что если слоями тут просто не получится выложить фигурку а теперь из этой массы начинаем выкладывать дракончика это т и Продолжение следует... Ну вот уже вроде как и просматривается фигурка, голова, это щёчка будет такая, здесь будет нос, приоткрытый рот чуть-чуть, вот так. Так, глазки, сразу примерно намечаем где, и туловище, хвостик, две передние, что у него там, руки, лапы, что у него там, вот они, пузико, такое вот кругленькое, это будет такой малыш, дракончик, добрый, хороший, не злой. Я всегда делаю добрых. И ножка, которую видно, а та нога, ну как бы можно её там, ну посмотрим, в общем. Так, ну а теперь что? Теперь нужно выложить, значит, животик я хочу сделать из жёлтого перца, а всё туловище будет зелёным. Ну и, соответственно, вот ножка тоже из перца жёлтого, крылышко сделаем, ушки. В общем, смотрите, наблюдайте. Наверное, болтать я уже тут не буду, а просто смотрите. Так, вот что получилось. Вокруг вытираем салфеточкой или бумажным полотенцем, чтобы уже всё было чистенько. Теперь нужно животик выложить из жёлтого перца. Ну тут уже смотрите, как примерно вырезаете. А можно, знаете, из чего? Из кукурузы, например, сделать. Тоже будет хорошо. Насыпали, разровняли, приняли и всё. Я сделаю из перца. Вырезала вот такую дольку из перчинки. И просто сюда прикладываем. Вот так. И тут ещё такую же половиночку делаем. Так, ну и смотрите, что получилось. Вот такое пузико из целых перчин. Может быть, из кукурузы. Если только прямо выкладывать рядочками, будет гораздо интереснее. Но я ещё хочу тут контуры прорисовать. Может быть, будет лучше. Вот. Лапку сделали. Когти сделали. Ну и теперь нужно сделать ещё крылышки, уши, глаза. Вырезала ушки. Вот так вот. Почти корона. Это то. Дальнее, так сказать. И вот так же вот сделала из перчинки. Вот так. И ещё всё это потом обведётся. Контур. Теперь из белка нужно вырезать глазки. Белок я оставляла. Половинку. Просто срезаем. Такие вот штучки. Два колясика таких делаем. А потом уже одинаковый размер сделаем, прорежем. Вернее, не одинаковые, а один ближний чуть побольше будет. Сразу делаем контур, где будет нос проходить. Вот он. И здесь делаем два глазика. Тот дальний чуть поменьше. Так. И вот так. Пока что. А теперь из чернослива нужно сделать зрачки. Вот такие глазки получаются. Вырезала просто из половинки чернослива. Расслоила, короче, без косточки. Расслоила и вырезала. И не забывайте вот это вот сделать беленькую штучку. Это придаёт глазу такой живой взгляд. Бровки чуть-чуть, полосочки. Уже не стало вот это так долго всё снимать. Полосочки вырезали, положили. Реснички такие тоненькие срезали. И тоже по две штучки вот так с краю положили. А вот теперь из красного перца нужно сделать, вот я думаю, или шапочку сделать, да? Новогодний же он. Или же вот эти шипы-то у них есть, у дракончиков. Но тут-то да. Тут ещё крылья надо. А вот тут, ну сейчас посмотрю. Может быть шапочку сделать новогоднюю. Итак, скажите, вот как резала, ничего не показала, да? Ну, собственно, треугольнички вырезать. Знаете, как? Знаете. Вот такие, как тюльпанчики, крылышки. Вырезала и положила. Язычок. Сейчас ещё обведём этим. Соевый соус. Чуть-чуть загущу мукой. Ничего там страшного и противного на вкус абсолютно не будет. Будет нормально. Но и придаст, так сказать, яркость работе. Ну и вот тут выложила треугольнички. Также крылышко. Вот. Уже что-то вырисовывается, да? Чуть-чуть. Так, вот что-то у меня как-то левой ноги как-то не видно. И мне кажется, это неправильно. Надо сделать. А теперь беру немножко муки. Вот так вот. Чайная ложка. Может ещё чуть-чуть. Ну, останется, останется. И добавляю сюда соевый соус. Такую делаем густую кашицу. Что прям вот как шоколад. Что прессовать можно ей было. Всё хорошо нужно перемешать. Сложила в корнетик. Всё-таки соевый соус не даёт тот самый чёрный цвет. Я немножко добавила пищевой краситель. Если у вас нет пищевого красителя, вы можете даже не обрисовывать, потому что он уже яркий и вполне красиво смотрится. Ну, а я немножко всё-таки зарисую. В общем, обвожу контуры. А вы просто смотрите. Ну, и вот такой получается дракоша. Зелёный, красные крылья, жёлтые пузико. Без шапочки в этот раз. Ну, ладно. Ну, всё. Пробуйте, делайте. Видео подзатянуло, как всегда. Но это не из разряда тех, что раз-два и за минуту снял. С этим всё получается очень долго. Ну, а на этом всё. Всех поздравляю с наступающим. Желаю в новом году доброго дракончика, чтобы он вас не испепелил своим огнищем, а был добрым, хорошим к вам. Принёс вам здоровья, счастья, благополучия и всех благ. Исполнение желаний. Что вам хочется, чтобы всё сбылось. Ну, и всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok